Хорошая неделя будет у нас прекрасная, просто хорошая, будет с Божьей помощью прекрасная, великолепная неделя. Значит, сейчас мы находимся в доброй, хорошей неделе, находимся на платформе ВАИКРА, образовательная платформа, которая знакомит всех желающих познакомиться с основами иудаизма, это, можно сказать, религия, да? Это способ жизни, мышления, учения, которое Всевышний дал Машер Абейну, Моисею, нагрессивное еврейскому народу, в котором рассказывается, как и зачем жить. Какая мне пришла идея? Сейчас я начну с актуальных событий, да, сейчас актуальные события, идет война в Украине, идет война в Израиле, ну, как-то все мир лихорадит, уже последние, получается, с 20-го года, когда 20-й год начался коронавирус, да, вот 4 года, уже прям по-нарастающей, идут какие-то такие очень, очень необычные события. И вот, значит, я вчера подумал, да, я на той неделе задал вопрос чату Джереки, сколько была средняя продолжительность жизни в 1900 году, 100 лет назад я спросил, он мне написал, что в 1900 году человек, который родился, у него, он мог рассчитывать на 32 года, средняя продолжительность жизни была в 1950 году 46 лет, представляете, 46 лет, это, получается, всего лишь каких-то 74 года назад, в 23-м году была средняя продолжительность жизни по миру 73 или 76 года, вот я не помню, да, то есть, ну, в зависимости из же разные страны, из Африка, где до сих пор осталось около 50, средняя продолжительность, есть Япония, где уже около 90, но в среднем там по миру 76. Теперь я подумал такую вещь, да, что Первая мировая война, она была в 1900, как раз вот этот вот 15-17 год, вот в то время, да, и до этой Первой мировой войны была средняя продолжительность 32 года. После Первой мировой войны пошел подъем, да, с 29-го года, была в Америке Великая Депрессия, и пошел с 29-го года подъем во всем мире, технологии, электрификация, транспорт, самолеты начали летать, корабли плавать серьезные такие. То есть, после Первой мировой войны пошел резкий подъем, и что еще было интересно, событие какое? В 1920 году, после Первой мировой войны, декларация Бальфора, они, значит, народы мира собрались, Лига нации сказали, что Израиль может возвращаться в свой национальный дом, это земля Израиля. И когда они издали эту декларацию Бальфора, то очень интересно, что откликнулось на него очень мало людей. То есть, можно ехать, но евреи и Германии, они жили очень хорошо в Германии, евреи в Америке жили уже очень хорошо в Америке, евреи Советского Союза, у них выбора не было, их не выпускали. То есть, евреи в странах мусульманских прекрасно себя чувствовали, им абсолютно не нужно было ехать в дикое вообще место, в Израиле никто там не жил, это была пустыня, голод. Малярии, они жили прекрасно в Багдаде, в Едеране, были огромные общины, богатые, и евреи не откликнулись на призы вернуться в свой национальный дом. Очень похожая история была, когда бог вывел в грести народ из Едипта, и когда они подошли к земле Израиля, мироглим были, разведчики пошли, сказали, мы не зайдем, весь народ плакал, как раз плакал 9-го ава. Бог сказал, верну на 40 лет в пустыню. Это была вот история, как раз сейчас в это время мы приближаемся к 9-му ава, это было как раз первый отказ зайти в землю Израиля 9-го ава. И Первая мировая война, кстати, началась с 9-го ава тоже. Теперь проходит тогда еще с 20-го года по 40-й год, но глобально я округляю, когда началась Вторая мировая война, 39-й год, и начинается страшная вообще бойня, весь мир, значит, в этой бойне 80 миллионов погибших всего людей, представляете, 80 миллионов. После этой бойне средняя продолжительность жизни, 50-й год в мире, 46 лет, и вдруг начинается огромный подъем. И как раз этот подъем совпадает с чем? Совпадает с появлением государства Израиля. Значит, ООН в 48-м году говорит, что все, мы утверждаем. Значит, то, что была декларация Бальфура, это Англия тогда владела после Первой мировой войны этой землей. ООН сказали, что пусть уже все мы официально объявляем, государство Израиль здесь. И в этот же день все арабские страны напали, ну, вы знаете дальше историю, была война за независимость, победил Израиль, всех победили, потом они еще несколько раз пытались, 67-й год, потом была война 73-го года, Йом-Типур. Но в итоге Израиль растет, процветает, и что интересно, и весь мир растет и процветает. До 2020 года шел бесконечный, бесконечный экономический рост, в котором весь мир только получал рост, развитие, средняя продолжительная жизнь выросла с 70 до 76 лет, с 32 в 1900 году. Но люди были недовольны, люди были недовольны, люди были, уровень депрессии, уровень потребления наркотиков рос, люди недовольны, им не нравится. Всевышний столько хорошего дел, а людям не нравилось. И вот начинается сейчас с 20-го, получается, с 22-го года, многие называют то, что происходит сейчас в Украине, в Израиле, третья мировая война, которая должна привести уже, как мы знаем, к уже следующему витку роста. А следующий виток роста это приход Машеха, третий храм, то есть это вообще мир уже входит в совершенно невероятную фазу счастья, света. Вот мы как раз в этом переходном периоде с вами оказались, да, нам посчастливилось, можно сказать, в этот период увидеть все своими глазами, как это будет, как появится третий храм, как придет Машех. И мало того, что мы можем это увидеть, мы еще можем в это сделать вклад, потому что то, что мы изучаем волю Всевышнего, выполняя волю Всевышнего, стараемся делать больше заповедей, и каждая заповедь, она может передавить вот этот весь духовный уровень мира с негативного в позитивный, то есть каждый из нас влияет на судьбу мира. Все, самое простое средство это делать добрые дела от ЗДК. Вот берешь денежку, говоришь, это заповед ЗДК, оп, выполняешь заповедь, потом эти деньги нужно передать добрые дела на благотворительность. Опять берешь денежку, это заповедь ЗДК, оп, вторая заповедь ЗДК, и ты в этот момент показываешь как бы духовному миру Всевышнему, шлешь сигнал. Тут все нормально, не надо вообще идти к хорошему через боль. Всевышний, все мы знаем, мы верим, мы любим, мы благодарим, да, то есть есть к Всевышнему два пути. Есть путь через боль, когда Всевышний делает какую-то, да не Всевышний делает, когда люди своим злом заводят себя в ситуацию войны. Ведь представляете, что такое война? Война это когда какие-то плохие, злые люди с надеждой, что они сейчас победят, нападают на других людей. Другие люди иногда проигрывают, да, а иногда они не проигрывают. И начинаются годы, годы, уничтожается все. Из-за чего? Из-за того, что какие-то плохие, злые люди хотели сделать зло другим людям. То есть все проблемы мира, которые есть у людей, это когда люди начинают делать зло. И потом это не Всевышний там наказывает, это не... То есть люди сами провоцируют и делают зло, которое на них же потом и приходит. Второй путь ко Всевышнему это добро. Когда человек делает, один человек другому делает добро, один человек другому делает, помогает. Один человек другому говорит добрые дела, какие-то добрые слова, делает добрые дела. И самое доброе, понятное действие, это если говорить про материальный мир, этот знака, когда ты помогаешь кому-то фактически, физически. Вот это вот деньги, это как энергия материального мира, которую можно обменивать на еду, на свет, на одежду, на все что угодно, на землю. Это деньги. Когда ты физически помогаешь, это дзнака. А моральная помощь, это благодарность и любовь. Когда ты благодаришь человека, когда ты уважаешь человека, когда ты относишься к нему хорошо, это духовное такое добро. То есть, есть два типа добра. Как вклад такой, любовь, доброжелательность, благодарность, это духовный вклад в людей. Деньги или физическая помощь, это физический вклад в людей. Вот, значит, так мы можем улучшить этот мир. Ну, а пока мы изучаем, как работать с собой, потому что главный и единственный, полностью подконтрольный себе объект в этом мире, это только внутренний мир человека. То есть человек, когда он пытается повлиять на других людей, на окружающий мир, он входит уже в свободу выбора, в пространство другого человека. Или там, если говорить про рассуждения про страны, про правительство, там уже вообще, значит, воля человека, отдельного человека, его слова, это как комар, который толкает поезд, который едет, да, или останавливает поезд. То есть каждый человек, его, как бы, влияние на общие глобальные мировые процессы, оно маленькое. Но у каждого человека есть стопроцентное влияние, рычаг влияния на себя и на свой внутренний мир. И вот вместо того, чтобы, там, ругать, кого-то осуждать или еще что-то, вот мы изучаем как раз пути праведников. Потому что если, например, Эстер, Исраэль станет праведницей, или Александра, или Диос станет праведницей, или Виктория, или Юлия, да, или Лидия, или Владимир, каждый становится, когда праведником, то есть он в личном своем взаимодействии со Всевышним выполняет волю Всевышнего и благодарит Всевышнего, любит Всевышнего. То есть у него с ним контакт со Всевышним. Тогда праведник через молитву может оказать влияние на этот мир, не просто как комар, который физически пытается остановить поезд. А это будет как перевести стрелку, и поезд поедет, значит, наш паровоз вперед летит. Да, будет вперед лететь, куда праведник скажет, тогда поезд и поедет. Поэтому, значит, мы изучаем книгу о человеческих достоинствах, чтобы стать праведниками, да, у нас курс праведников сейчас. Мы пришли к тому, что любой человек, неважно с какой точки, в какой точке он сегодня находится, он может стать праведником за счет механизма, который Всевышний создал до сотворения мира. То есть сначала Всевышний создал Тору, чертеж, правила, основу, по которой работает мир. И потом он дал к этому программному коду, он дал такую программу, которая называется отшува, возвращение, раскаяние. Что человек, который является в этом, в этой Торе, да, он является главным элементом. Если человек думает, мыслит, делает и зашел не туда, благодаря своим неправильным решениям, действиям и мыслям, он зашел куда-то не туда. У человека есть возможность откатить назад, как вот есть какие-то файлы в Google документах, и у него он сохраняет версии. И ты можешь посмотреть и сказать, стоп, 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 я возвращаюсь в версию вообще чистого листа, с чего я начинал. Или, например, я начал письмо красиво, здравствуйте, дорогие друзья, нормально. А потом начал там что-то плохое писать и так далее, оп, я возвращаюсь к версии, здравствуйте, дорогие друзья. Понятно, да? То есть это раскаяние. Теперь мы изучили, почему человек должен начать раскаяться как можно раньше, какие мысли помогут ему раскаиваться от всего сердца. И сейчас он еще хочет нам сообщить, автор этой книги, о 20 вещах, которые являются сутью и принципами раскаяния. То есть это такие уже дополнительные элементы, которые помогут сделать этот процесс возвращения к своей душе, к своей чистой версии, к версии, которую называют правильник. То есть внутри у каждого есть где-то на самом-самом глубоком уровне связь со Всевышним. И чем более ты действуешь, исходя из воли Всевышнего, тем более на уровне осознаваемом, интеллектуальном, ты находишься в статусе праведник, который со Всевышним, он как одно и то же. Потому что тот, кто выполняет волю Всевышнего, он как по доверенности работает, да? То есть ты когда посылаешь кого-то, говоришь, там сделай это, а вот тебе генеральная доверенность, то тот, кто с генеральной доверенностью, он как будто бы тот, кто его послал. Так же тот, кто действует по воле Всевышнего, он в этот момент становится посланцем Всевышнего, и он как глиная рука Всевышнего, он как проявление энергии и воли Всевышнего. Поэтому быть праведником очень высочайший статус. И вот тут нам сейчас 20 советов, как это сделать. Еще раз напомню, что книга эта написана тысячу лет назад, и мы ее изучаем и стараемся понять, как в современном информационном поле автор этой книги, он бы нам бы объяснял эту книгу. То есть вот стараемся мы понять вместе. То есть первый принцип, который поможет именно сделать правильное это раскаяние, вернуться к своей версии праведник, да? У каждого из нас внутри есть маленький праведник, маленький там злодей, маленький какой-нибудь волшебник, маленький добрый, маленький злой. У меня когда-то был внутри маленький крепкий орешек, как его звали, Брюс Виллис. То есть я считал, что надо отвечать, например, на агрессию, агрессию, да? Это у меня было в 90-е, 80-е годы, и там как бы это было выживание. А потом, когда я понял, что в настоящее время отвечать на агрессию, агрессию, там, жене, например, или детям, это не лучшая стратегия, да? То есть это в Харькове была удачная стратегия в школе, а жене и детям это вообще не лучшая стратегия. Я потом этого Брюса Виллиса, значит, отправил на пенсию, внутреннего, да, этого Брюса Виллиса. Мне стало намного легче жить, намного легче жить. Поэтому вот у каждого из нас внутри есть субличности, которые возникали в разные периоды жизни, как реакция на с кем поведешься, от того и наберешься. И кому не повезло, и он рос с волками жить, он научился по волче выйти. У него внутри живет маленький волк, маленький, значит, ленивец, маленькая, у кого-то живет там кошка. В общем, у каждого из нас много внутри субличности, и мы развиваем субличность правильника. Чтобы к ней вернуться, говорит нам автор этой книги. Первый лайфхак, да? Ухвати качество раскаяния и подумай о том, какое великое наказание ожидает того, кто приступил к повелению царя царей. Первое, что помогает человеку раскаяться, это страх, что за каждое неправильное действие есть бумеранг, есть возврат. Это логика в этом есть огромная, потому что этот закон бумеранга, или как его назвали на Востоке карма, заметили внимательные индусы. Вот сидел внимательный индус, наблюдал, значит, за жизнью, наблюдал, наблюдал, и говорит, слушай, а все возвращается. Да, я обратил внимание, записывал, может, там, или... Но наблюдательные духовные люди, они могут увидеть эти духовные законы и проявления. Ученые, они же не выдумывают законы природы, они их открывают. То есть, они наблюдают, наблюдают, потом говорят, блин, вообще, так свет-то, например, он так-то летит, там, или... Ну, то есть, они, ученые, они просто описывают и формализуют то, что создано Всевышним. Духовные люди, которые наблюдательные, они открыли многие духовные законы. А мы эти духовные законы получили от того, кто их создал, от Бога через пророков. Поэтому тот, кто создал мироздание, Бог, творец мироздания, он нам точно сообщил, что за каждое действие есть последствия. Это закон, который проявляется, закон сохранения энергии. Там бабочка махнула крылом где-то там. То есть, за каждое действие есть последствия. То есть, это логика в этом понятна. Именно это, если схватить эту мысль и внутри спросить себя, что же я натворил, да, вот я же, сколько я сделал таких вещей, которые... Значит, это первый лайфхак, который помогает вернуться к чуве. То есть, страх очень мощная мотивация, очень мощная побуждающая сила. Поэтому ее нужно использовать для позитивного влияния на себя и на свою жизнь. Есть возможность очиститься, только нужно захотеть и начать действовать. Это первый лайфхак. Второй лайфхак. Следует совсем оставить преступление. Это значит, что преступник должен оставить свои злые пути и всем сердцем решит, что больше не пойдет по той дороге. Это начало раскаяния. Оставить злые пути и мысли и принять на себя решение больше не грешить. И он не исполнит свои злые замыслы и покончит за своими злыми поступками. Значит, второй лайфхак он нам дает такой, что если человек, он говорит... Вначале же нужно понять, а что зло. Вот, например, есть люди, которые не понимают, что злословие – это зло. Они не понимают, что говорить плохие вещи про других людей – это зло. Вот здесь люди, они искренне не понимают. И он не может оставить этот путь. Он продолжает писать гадости в комментариях. Он продолжает писать какие-то посты с какими-то гадостями. Он говорит людям близким и не близким. Он говорит о них и про них плохие вещи. И он уверенно считает, что он делает добро. Добро или там он считает, во всяком случае, что это не зло. Он не может оставить этот грех, потому что он не видит его. То есть, первое... Но, допустим, он увидел какой-то грех. Какой-то человек, он говорит, слушай, действительно, а мне ж... Какой мне в жизни вообще принесло пользу или радость мое вот это злословие? У меня настроение плохое. Люди со мной общаться не хотят. У меня со всеми конфликты. Может, действительно, как-то мне избавиться от этого злословия, думая человек. И вот тут, если он уже понял и осознал свой какой-то грех, это может быть злословие, самый распространенный грех. Это может быть неблагодарность, очень распространенный грех. Это может быть... Ну, если говорить про общечеловеческие такие грехи, да? Например, неверие во Всевышнего, да? Что вера в Дарвина или вера там в какую-то случайную комбинацию, что весь мир – это случайность. То есть, есть такие очень распространенные грехи, которые... Ну, я не говорю там воровство, например, да? Это как бы... Многие люди думают, что это тоже не грех. Они как бы думают, что... Ну, взял, не заметили же. То есть, они думают так. Если не заметили, то это не воровство. А если заметили, то это воровство. И вот я вам расскажу сейчас вот это вот мы дочитаем. Третий. Сегодня три принципа мы всего пройдем. Я вам расскажу историю. Я в шаббат провожу урок Торы по Пертеевод. В синагоге у нас здесь. Кто живет в Рамоте? По шаббатам есть урок Торы с шести до семи вечера. Значит, я живу в Рамоте. Иерусалим. Район называется Рамот-Бет. Ну, кто знает, знает. Там я провожу урок по Пертеевод. Мы вчера как раз изучали Мишну, который сказал Елель. Не верь в себя до дня своей смерти. Там такой рассказ был. Ну, именно вообще. Я вам сейчас расскажу. Короче, человек, который обнаружил в себе все эти преступления. Раскаяние – это принять четкое решение, больше этого не делать. И когда он, значит, оставляет и решает, что больше не пойдет по этой дороге, это второй лайфхак. Принять решение, более не грешить. Покончить со своими вот этими зными поступками. Блуд, например, у кого-то, Александр Дагонный, говорит, что блуд – частый грех. Не такой уже частый, как злословие. Потому что блуд – это очень энергозатратный, и он требующий, ну, таких больших усилий. То есть, он не такой частый, как злословие. Злословие человек может сто раз в день, тысячи раз в день. Он может говорить плохие вещи. А блуд он, ну, там, ну, раз сделает в день. Может в мыслях, там, и так далее, в желаниях. Это считается менее распространенный грех, чем злословие. Но его, естественно, тоже надо оставить полностью. И вот третье, третье лайфхак, который нам дает, который помогает правильно сделать шуву вот этого вот раскаяния и очистить себя. То есть, мы помним, что раскаяние – это как химчистка для души. И тот, кто ее проходит в этом мире, он снимает с себя последствия своих грехов и не получает последствия. То есть, если человек не снял с себя свой грех, то последствия он получает в виде кармы, в виде событий, которые с ним происходят, болевые, неприятные. И люди называют, о, Бог наказал, да? Он не наказал. Это последствия вот этих вот пятен на душе, которые человек создал своими неправильными поступками. Если ты сам себя очистил с помощью раскаяния, последствия не приходят. Наоборот, это огромная заповедь, это огромное продвижение к Богу. То есть, ты через вот это вот падение, да, которое ты осознал, понял и испугался, поднимаешься на более высокую духовную ступень. Первое, это что я натворил, страх должен побуждать, потому что за все есть ответочка. Второе, это решение не делать так больше. Третье, это скорбь о том, что сделал. То есть, человек может вот эту вот дозу страданий, дозу страданий, которую он себе создал в потенциале на небе своим неправильным действием, он может ее получить в виде сожаления о том, что он сделал это зло. То есть, если он сам лично, вот он пишет, вздыхать за скорбью и горечью в сердце. Как? Он приводит сравнение. Человек потерял монету золотую, как он будет скорбеть? О, он будет сожалеть, вообще ужас. Если он вообще еще больше потерял, он еще больше. Но если он пошел против Всевышнего, сделал какое-то зло, то он должен скорбеть еще сильнее. Как же я мог? По то, что мы учили Равшо-Мамарош, по системе хасидской, да, нужно выделить время. То есть, нельзя превратить свою жизнь в скорбь и сожаление. Нужно выделить время для скорби и время для радости. То есть, например, час в день человек поскорбил, или там 15, начать с 5 минут можно. 5 минут скорбеть. Как же я мог все эти глупости сделать? Как же я мог? Все, как же я мог? 5 минут прошло по таймеру. Спасибо Всевышнему, что я осознал, понял и решил больше не делать. Спасибо, что я вовремя осознал и я спасаю себя от всех наказаний. Спасибо тебе Всевышнему, что ты дал уроки Торы. Спасибо, что ты дал, объяснил, как работает раскаяние, как работает шува. Спасибо, спасибо. И ты все остальное время радуешься. На завтра 6 минут. На послезавтра 7 минут поскорбил. Потом довел до 10, до 15. Знай же, что ступени раскаяния и качество раскаяния зависят от силы горького сожаления о совершенных преступлениях. То есть, вот эти вот 10 минут, они дают огромную, как химчистка, как такие, знаете, есть чистящие средства, там, фейри, или какие-то еще более мощные средства, которые очищают пятна. Также, значит, и здесь. Вот это вот сожаление и страдание, это, значит, серьезная очень помощь в скорби. И если же ладно, четвертая подряд, это скорбь и сожаление выражены делом. Вот сейчас, например, начинается время с 17-го тому за по 9-е ава, особенно с Рошходыш-ав. Нельзя кушать мясо, нельзя пить вино, нельзя слушать музыку. И он пишет, помните, в книге Йоны, да? Книга Йоны, когда пришел пророк Йона и сказал, что еще 40 дней будет перевернут в Нинве город. И сказал Циарь Нинве, чтобы были покрыты рубищем люди и скот, значит, вот он говорит, что это скорбь, можно выразить так же и действием. Здесь, опять же, еще раз, есть, эта книга написана тысячи лет назад. И есть сейчас такое мнение, что скорбеть надо именно в определенное отведенное время, в течение дня, в течение года. Но не надо превращать свою жизнь в эту скорбь. Теперь история, которую я хотела рассказать. Значит, рассказывается эта история, кроме шабата. Шабата, конечно, шабат, радуемся, веселимся, все как обычно. Была история такая. Это было дело где-то около 150 лет назад. В городе Бройде было такое городишко, был Галиция в Украине, Бройде назывался. Был какой-то другой город. И там жили купцы, еврести и купцы, которые торговали, вели дела. И был один раввин, не помню сейчас, как его звали, значит, книга у меня наверху, Шалом Цви как-то. Ну, он был раввин этого места, глава раввинского суда. И к нему приходит один купец, еврести и говорит, вы знаете, я вот веду дела с этим другим купцом. И он мне написал долговую расписку на тысячу рублей. Ну, по тем временам, огромные деньги. И я, значит, у меня была его долговая расписка. Я ему отгружал товаром. Ну, у нас были отношения. Ну, вот я как-то ошибся, и я ему послал письмо вместо заказа на новый товар. И вместо там каких-то документов, описания, какой товар есть. Я ему послал письмо, в которое вложил эту долговую расписку. Через, на следующее же день я ему написал письмо, что я ошибся, верни долговую расписку. А он мне присылает письмо, что не было никакой долговой расписки, и о чем я говорю, и он мне ничего не должен. Что мне делать? Этот раввин ему говорит, ну, я выясню это дело, я через месяц буду в том городе приезжать туда. Приезжаю туда, и там сделаем суд этот. В общем, суд. Собрались очень много людей. Тот, у которого была долговая расписка, он говорит так и так. Была долговая расписка на тысячу рублей. Рассказал свою историю, говорит, я ему послал расписку, а он мне говорит, что он мне теперь не должен. Тот говорит, не было расписки, ничего ему не должен. Значит, судья этот выслушал обе стороны. Потом там три судьи, обязательно должны быть в боедении, три судьи. Они посовещались, возвращаются люди в зал. И этот судья говорит, я присуждаю, что этот, который тысяча рублей отрицает, что он должен, он должен уплатить эти деньги. Тот кричит, я не буду платить, я вообще, что вы за суд, я вообще вас не уважаю, я ваше мнение не принимаю, значит, вы обманщики. Нет у вас никаких доказательств. А судья говорит это, да? Он говорит, вот смотрите, как выполняется то, что говорят мудрецы, что один грех ведет за собой другой грех, и одно преступление цепляет другое преступление. Значит, вот теперь он уже и отрицает и Бейдин, и Тору, и суд он отрицает, и Тору, и все он отрицает. Да, с чего все началось? А началось все с того, что он из жадности, он решил украсть эти деньги. Потом он эти деньги, говорит судья, он этот чек, он сжег его на шабатных свечах. Люди в шоке, этот падает, теряет сознание, потому что кто мог видеть, как он его сжег на шабатных свечах? Значит, он потом очнулся, этот, который должен был тысяча рублей, все люди в шоке, все в шоке. Как он узнал это? Оказывается, этот судья, он начал узнавать про того, который, все говорят, он богобоязненный, всесоблюдающий, честный купец. Ничего про него, ни одного плохого слова. Он, значит, этот судья встречается с, там в этом городе был Хедер, где учился в этом Хедере, ну, где дети учатся. Учился племянник сирота, вот этого вот купца, который этого сироту усыновил и взял его к себе домой. У него родители умерли, и он взял этого сироту домой. И этот Равин, который глава Равинского суда, он разговаривал с его учителем, этого мальчика, и говорит, что ты можешь сказать про мальчика, он говорит, прекрасный мальчик, прекрасная семья, значит, все отлично. Он говорит, и никогда не было ничего странного. Он говорит, один раз была странная вещь, что этот мальчик рассказал друзьям, что его тесть сжег на шабатных свечах какую-то бумажку в шабат. Ну, говорит, я его вызвал, поговорил, замяли этот разговор, ну, что это может быть? И этот тогда Равин сопоставил эту всю историю по числам и так далее. Этот мальчик, как раз его племянник, рассказал. Что мы отсюда видим? Мы отсюда видим, что все, что человек делает, даже в тайне, оно к нему возвращается. Какими путями? Миллиону всевышнего возможностей, как раскрываются преступления, как злодей будет наказан, как его найдет там на самых защищенном месте какая-то ракета, да, если человек убийца, то его найдет наказание, можно не сомневаться. Если человек, преступник, найдет наказание. Вопрос в том, что многие путают добро и зло. Это вот самое главное, что человек, который часто делает зло, он не понимает, что он делает зло. Вот в этом самая главная, как бы, суть системы, да, что Бог сделал это добро, это зло, а люди, они меняют до такой степени, что они отрицают то, что Бог сказал, что это добро, меняют местами добро со злом, а потом отрицают еще и Бога, который установил систему. Это самое большое зло. Тогда полная путаница, тогда вообще невозможно, мир не может существовать. Поэтому вернуться к Богу, это значит принять на себя, как минимум начать. Десять заповедей, да, это все знают, что это добро однозначно. Десять заповедей. И уже как их трактовать, на всякий случай трактуйте по самому строгому, да, чтобы уже не споткнуться. Вот с этого начинается чува. Вернуться в десяти заповедях. Вернуться лошадный раз, злоязычие. Тут тоже не надо доказательств. Зло, злоязычие возвращается. Попробуйте вот просто, простой эксперимент. Подходите и говорите гадости людям и замеряйте реакцию. В ста процентных случаях вы получите в ответ возвраточку зло. В ста процентных случаях. Поэтому зло, понятное дело, что лучше не делать. Плохие слова не говорить, никого не обижать. А чем заниматься тогда, если человек один, знаете, как есть анекдот? Когда сын звонит маме и говорит, мама, слушай, говорит, я папу на машину разбил, взял без спроса и попал в аварию. Мама такая ему говорит, а что папа тебе сказал? Сын говорит, тебе как, с матами передавать или без? Она говорит, не, мата мне не надо. Сын говорит, он промолчал, и он вообще ничего не сказал. Такой частый человек, который перестает говорить лошанара, ему нечего сказать. Ему просто нечего сказать. Он настолько привык очернять все вокруг, что ему нечего сказать. Так что ему сказать? Псалмы Давида читать, изучать, изучать Тору, говорить добрые дела. То есть нужно заменить зло на добро. Как сказал царь Давид, отодвинься от зла и делай добро. Все, удачи, успехов, все делаем добро. В 11 у нас урок для партнеров и спонсоров Вайкра, которые помогают Вайкра развиваться. У нас цель миллион часов изучения Тора в месяц. Поэтому я вас тоже приглашаю стать партнерами, спонсорами, чтобы быть в этом распространении Божественного Света, быть равноценными партнерами, получать от этого небесные дивиденды. И мы узнаем отдельно у нас в этом уроке, потому что те, кто помогают, они хотят иметь больше денег, чтобы еще больше помогать. Мы как раз изучаем законы Торы, как разбогатеть, как больше зарабатывать. То есть мы как раз в этом направлении сейчас изучаем, потому что партнеры, они хотят 50 долларов в месяц помогать, а от силы хотят получать 50 тысяч долларов в месяц, чтобы 5 тысяч помогать десятину. И это очень правильный подход. Все, удачи, успехов, до встречи завтра, с Божьей помощью. Завтра встречаемся. Продолжение следует...